Утро, днё я не сею Вот видите, какая кожа сухая. А ещё слабость, чувствительные суставы и плохое настроение. Неожиданные проблемы для 20-летней девушки. Я часто испытываю чувство усталости и сонливости. Также испытываю боли в спине, усталость в мышцах и ломит кости. Я думаю, что это из-за нехватки витамина Д в моём организме. Потому что зимой я летала на море, и на солнце я чувствую себя прекрасно. Возможно, Дарья права. Витамин Д является своеобразным удобрением для органов, без которого тело человека начинает слабеть и буквально рассыпаться. Основной источник полезного вещества – ультрафиолет. Витамин Д-3 мы можем получить в том числе при облучении солнечным светом. Для этого есть определённые условия. То есть, например, оконное стекло, наша одежда, крема с солнцезащитными фильтрами, они не пропускают ту часть света, которая необходима для выработки витамина Д в коже. Чтобы получить дневную норму витамина Д, необходимо провести на солнце не менее 30-40 минут. Но в нашем городе часто бывает пасмурно. Как понять, достаточно ли ярко светит солнце? Метеорологи разработали специальный прибор, который замеряет ультрафиолетовую активность на каждом квадратном сантиметре Земли. По статистике, количество ясной погоды в Красноярске где-то четвёртая часть. 25, ну не более 30%. Ну, соответственно, если мала вот эта вот солнечная инсталляция, количество ясных дней, то и ультрафиолетовое излучение точно так же преграждается облачности, облаками. Вот поэтому, ну, может быть, некий дефицит, особенно в зимнее время он складывается. Восполнить недостаток ультрафиолета можно искусственно. Врачи рекомендуют ходить в солярии не чаще одного раза в неделю. И, конечно, соблюдать все правила загара. Сейчас я вам покажу, как это работает. Нажимаем на кнопочку «Старт». Вот, под воздействием ультрафиолета вот в этих лампах вырабатывается витамин D. Также у нас есть один из постоянных клиентов, дедушка, который ходит к нам в студии в любые для поддержания своих костных тканей. Он очень много времени провёл на солнце, в море, и из-за того, что он сейчас уже в силу своего возраста проживает в Сибири, ему просто необходимо поддержание витамина D, и он их получает именно здесь. Но не только через солнце можно получить заветный витамин. Он также содержится в рыбе, молочных продуктах и свежей зелени, но в меньших количествах, поэтому без ультрафиолета не обойтись. Погрелись на солнышке Софья Лупинина, Константин Шубкин и Денис Шабанов.